Мобильная группа Гомельска Гагар в Иконкама протягивает мониторинг предприемства у города. Сегодня она наведала акционерное товарыство «Гомсельмаш». Что выявила проведенная проверка, ведают наши корреспонденты. У центра уваги проверяющих «Гомсельмаш» опынулся не выпадково. В минулом году тут зарегистрованы два несчастные выпадки. У темлеку один со смиротным заходом. Або два здоровья не отбылся по вине самих потерпелых, але меры покарания применили до некоторых героев. На предприемстве у вуголе достаточно жесткая дисциплина. Практично вся территория контролюется видеокамерами. После завершения работы супрацовники проходят контроль с допомогой металлошукальника. Порушение дисциплины может привести до звольнения. Як и спроба трапить на вытворшись у стане алкогольного опьянения. Проверить, дарычи, могут и в працованный час на территории некольких медпунктов. Хоть их основное признашение все ж таки иншее – захование здоровья работников. Здравпункты работают. Люди высказывали только положительные отзывы по работе здравпунктов. Во все люди обеспечены спецодель. Бадай самая великая проблема Гумсельмаша зараз связана с оборотными сродками. Продукция предприемства у пылной ступени сезонная. Зимой прибыток минимальный. Але это, конечно, не выключание обходности своей жусовой выплаты зарплаты и разликов за электроэнергию. А так само погашение банковских кредитов. Уже в этом месяце ситуация пошла изменяться у лепши бок. Планы достаточно позитивные. Буквально в марте уже в этом месяце у нас план на отгрузку и на реализацию порядка 200 машин. Около 150 из них – это зерноуборочные машины. Около 50 – это кормоуборочная машина. Рынок Республики Беларусь, Российской Федерации, Молдова. 40 машин заявленных – это такие, скажем, вновь осваиваемые рынки, нетрадиционные для нас. Это Зимбабве. Планы на апрель месяц, которые уже сегодня подтверждены контрактами – это тоже порядка 200 машин. Что тыжится выника в мониторингу, то значных зауваг члены мобильной группы не выказали. Великих сродков на ликвидацию недохопов не потребно. Что тыжится створение беспечных умов на працонных месяцах, то гэтая тема для керавнистов предприемства будет заставаться сирот основных идолей. Даже на начале 10-го дня, в 2011-м, Гомсельмаш в выходе у спис самых небезпечных предприемств Гомеля. Сегодня до этой категории его уже не относят.